Шесть знаменитых вундеркиндов СССР. Что с ними стало? Сегодня развивать свое чадо принято чуть ли не с пеленок. Раннее чтение, занятие музыкой, знание цифр и другие маминой радости. Ведь после трех уже поздно, как говорится в одной книге. Некоторые фанатичные родители уверены, что без максимальной нагрузки их ребенок наверняка станет дворником. Но часто, если не всегда, талант, проснувшийся слишком рано, становится для ребенка не подарком, а тяжелым испытанием. Система образования СССР считалась одной из лучших в мире, за успехами советских чудо-детей восхищенно наблюдал весь мир. Но увы, судьбы большинства вундеркиндов того времени сложились трагично. Паша Коноплев В 80-е годы советские и зарубежные СМИ восторгались невероятными способностями Паши Коноплева. Он решал сложные математические задачи уже в три года. В пятилетнем возрасте он без чьей-либо помощи научился играть на пианино. В восемь лет Паша прекрасно разбирался в физике, 15 лет был зачислен в университет, 18 — в аспирантуру. Паша был в восторге от учебы, а родители — от того, что мальчика ждет большое будущее. Однако в какой-то момент психика юного гения перестала справляться с нагрузками. Начались бесконечные эмоциональные срывы, вспышки агрессии и попытки самоубийства. Родственники поместили его в психиатрическую лечебницу, где тяжелые препараты глушили его отчаяние вместе с неординарными возможностями мозга. Из больницы Паша Коноплев уже не вышел, скончавшись от легочного тромба, когда ему было всего 29 лет. Саша Путри Судьбу другого юного дарования Саши Путри тоже нельзя назвать радужной. За 11 лет своей недолгой жизни юная полтавская художница сумела создать более двух тысяч работ. В три года девочка уже прекрасно писала картины. Саша никогда ничего не копировала, рисовала из головы — родителей, родственников, зверей. Особенно много сюжетов было на тему Индии, восточных танцев бога Шивы. В пять лет Саше поставили диагноз «острый лейкоз», началась тяжелая борьба — осмотр, анализы больницы. Несмотря на сильнейшие боли, маленькая художница проводила за работой 8-10 часов, в день. Перед смертью Саша просил родителей не держать, отпустить ее. После похорон рисунки Саши Путри увидел весь мир. В десятках стран прошло более ста ее персональных выставок. Полина Осетинская Полина тоже прославилась в 80-х годах прошлого века. С шести лет юная пианистка активно гастролировала по стране, собирая в каждом городе огромные залы. Отец, с которым росла девочка в детстве, получил травму руки и не смог стать профессиональным пианистом. Однако решил вырастить великого музыканта из маленькой Полины. Уже к 8 годам она играла наизусть 30 часов сложнейших музыкальных произведений. Но в 13 лет девочка взбунтовалась против постоянной муштры и сбежала из дома. Тогда Полина впервые поделилась с журналистами. Ее гениальность была следствием регулярных побоев и унижений. Музыку девочка, тем не менее, не бросила, закончив сначала школу-лицей при Петербургской консерватории, а затем и саму консерваторию. В 2008 году у Полины Осетинской вышла книга «Прощай грусть», где она рассказала о жестоких методах, которые применял ее отец для воспитания маленькой звезды. Бывший вундеркинд, а ныне обычный, ну почти человек, профессионал и мама троих детей, Полина Осетинская продолжает успешную концертную деятельность. Очередной советский ребенок вундеркинд Ника Турбина. Четыре года девочки поставили диагноз – астма. Приступы настигали ее исключительно по ночам. В результате развелась тяжелая бессонница. Именно этими жуткими ночами в задыхавшейся Нике стали рождаться стихи. Она, не научившаяся еще толком писать, просила маму и бабушку, дежуривших у ее кровати, записывать строчки, которые, как она считала, диктовал Бог. За ночь Ника могла писать по два-три стиха. Когда девочке исполнилось восемь, о ее даре узнал Евгений Евтушенко, который на какое-то время стал ее лучшим другом и помог издать ее первый сборник стихов, когда Нике исполнилось девять. А в двенадцать стала обладательницей престижной венецианской награды «Золотой лев». До этого момента из советских поэтов такой награды была удостоена лишь Анна Ахматова, и то в возрасте за шестьдесят. Она гремела на всю страну. Ее выступления транслировали по телевидению, ей зачитывались, студенты и школьники учили стихи наизусть. Когда Евгений Евтушенко привел ее в союз поэтов Советского Союза, перед выступлением Ники, зал покинул Булат Акуджава. На вопрос, почему вы уходите, он ответил, я не хочу участвовать в убийстве невинного ребенка. Как показало время, Булат Шалович был прав. Наступили девяностые и про Нику забыли. Слабая детская психика дала сбой. Еще вчера ее любили, обожали, приглашали на всевозможные вечера и встречи. А теперь она сидела у замолчавшего телефона в полной растерянности. Когда Ника была на выступлениях в Америке, ее маме говорили, что с такими детьми должны работать психологи. Потому что рано или поздно ажиотаж вокруг ее персоны спадет, а для детей переносить подобный стресс очень болезненно. Но в СССР не было подобной практики и с Никой никто не занимался. Когда она переехала в Москву, то довольно скоро предстрастилась к алкоголю и, не закончив образование, пыталась найти себя в этой жизни, но тщетно. Она выросла и ее стихи перестали быть для людей каким-то чудом. Она старалась быть актрисой, фотомоделью, телеведущей, женой. Не получалось ничего. Начались попытки самоубийства. Одна, вторая. Бог любил ее и до конца своей жизни она не переставала писать стихи. Правда, людям они были больше неинтересны. 11 мая 2002 года произошла третья попытка. Она погибла, выбросившись из окна пятого этажа. Горечь на губах, горечь на славах, я валил дрова, я стерил шторм, ветром глушен, так стебелек. Алеша Султанов Алексея Султанова, родившегося в 1970 году, все называли юным Моцартом и пророчили ему головокружительный успех. Впервые мальчик коснулся клавиш в год. С двух он мог играть простые мелодии, с пяти сочинять собственные произведения. В какой-то момент родители практически перестали выпускать Алешу из-за инструмента, веря, что только изнурительный труд поможет раскрыться его природному дару. Так мальчик лишился детства. К восьми годам Вундеркинд уже прекрасно играл Баха, Моцарта, Бетховена, поражая талантом маститых специалистов. А вот психическое и физическое здоровье ребенка, наоборот, оставляло желать лучшего. К 9 лет у Султанова развелась булимия. В подростковом возрасте психика становилась все более нестабильной. Он мог сломать дорогой инструмент в консерватории, нарочно поранить себе руки накануне престижного конкурса. В 19 лет Алексей признает лучшим из 40 талантливейших пианистов мира. Но парень не мог наслаждаться успехом, его всерьез начал преследовать параноидальный страх смерти. Алексей Султанов был уверен, что умрет от инсульта. Так и случилось. В возрасте 32 лет он перенес сразу 5 приступов. Гениальный пианист ослеп на один глаз, его частично парализовало. С большим трудом он восстановился, но прожил после этого всего 4 года. Надя Рушева Надя Рушева родилась в семье художника в Улан-Баторе. Ее назвали Найдан, что значит вечная жизнь. Но прожила она всего 17 лет и скончалась от врожденной аневризмы головного мозга. Надя Рушева прославилась на всю страну как художница-график. Она начала рисовать в 5 лет и посвящала этому занятию все свободное время. Однажды она слушала, как отец слух читает ей сказку о царе Салтане. И за вечер успела сделать 36 иллюстраций к книге. В 1964 году, когда Надя была пятиклассницей, прошла ее первая большая выставка рисунков, организованной журналом «Юность». Через несколько лет она сделала иллюстрации для только что появившегося в печати романа «Мастер и Маргарита» – более двух сотен рисунков. Надя Рушева умерла внезапно. В 1969 году дома она наклонилась завязать шнурок, в голове лопнул сосудик и она упала. Похоронили Рушеву на Покровском кладбище в Москве. В 1982 году советские астрономы назвали в ее честь малую планету Рушева. К сожалению, вундеркиндов, сумевших стать успешными во взрослой жизни, можно пересчитать по пальцам. Одним из таких исключений стал Савелий Косенко, одаренный физик, ставший первокурсником Московского технического вуза в 11 лет. В том же возрасте мальчик написал учебник по физике и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Институт Савелий с успехом окончил в 16. Возможность с ветерком пронестись по всем этапам обучения он в первую очередь обязан маме, у которой было два технических образования и которая учила его читать, считать и писать практически с колыбели. Сейчас Савелий обеспеченный мужчина и гражданин Канады. Он успешно управляет рядом компанией и не любит вспоминать о детстве. Косенко признается, что в учебе на скорость он не видит никакого смысла, не говоря уже о том, что дети вундеркинды часто подвергаются травле, не могут найти друзей, вынуждены конфликтовать с учителями и упускать самое счастливое и беззаботное время. Я это знаю не понаслышке, вздыхает бизнесмен. Судьба бывает жестока не только к детям, которые рано узнали тяготы славы. Причины неудачной или даже трагически складывающейся жизни кроются не только в свалившейся на вундеркиндов всенародной любви и внимании. Основная опасность связана с безумными психическими и физическими нагрузками, к которым ребенок, как правило, не готов. А любая перегрузка всегда опасна сбоями в работе организма с самыми печальными последствиями. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова